предназначение всякого изделия определяется его создателем варенье соответствует своему предназначению если соответствует замыслу творца грех же по буквальному значению этого слова в греческом языке мимо цели есть наоборот несоответствие этому замыслу замыслом божьим определяется отраженные в законе моисеевым абсолютные нравственные ценности которые установлены им для человека писание называют их святынями абсолютные нравственные ценности или святыни лежат в основании каждой частной заповеди в законе так текст кто прольет кровь человеческую того кровь прольется рукой человека ибо человек создан по образу божьему бытие 96 указывает на образ божий отражен в человеке по замыслу создателя значит человеческая жизнь священна посягающий на нее посягает на образ божий конечном итоге каждая из заповеди торы указывает на абсолютную ценность которая связана в божьем замысле наиболее очевидно можно в этом убедиться на примере деколога исход 20 глава с 1 по 17 стих 1 из 10 заповедей указывает на святость бога 2 на святость заветных отношений с ним 3 на святость божьей сущности отражены в его имени 4 на святость божьего покоя божий шалом 5 на святость семейных отношений 6 на святость человеческой жизни 7 на святость брачного завета параллель со второй заповедью 8 на святость собственности 9 на святость истины 10 на святость довольства и благодарности человеческий шалом частная заповедь может быть обусловлена культурно-историческим контекстом, но святыня, на которой она указывает, утверждает безусловный универсальный принцип. Ну, например, заповедь гласит «Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него» в Тарзиконе 22.8. Святыней, которую эта заповедь защищает, является человеческая жизнь. На основании этой заповеди можно выделить общий принцип «Безопасность людей важнее экономии средств». Так что, не поменяв в свое время на резину на колесах твоего автомобиля, вы, по сути, нарушаете эту заповедь. Соответственно, главная заповедь отражает наивысшие замыселы относительно человека. «Вослюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твою, и всем разумением твоим, и ближнего своего, как самого себя» от Луки 10.27. Таким образом, любовь к Богу и ближнему, явленная во Христе, не только основание закона, но также и критерии соответствия наших поступков и отношений замыслу Создателя. «Христос – поверочный канон праведности. Он – образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престоли лыли, господство ли, начальство ли, власть ли – все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит». Послание Колоссянам, 1 глава, с 15 по 17 стих. Субтитры создавал DimaTorzok